Когда фашистов погнали от Москвы, они так быстро пробежали к Лидии, что сам город, да и все беженцы, которые прятались там, уцелели. Правда, отступающие европейцы успели отличиться в доме музея Чайковского и прятали в лошади. За нашими войсками двинулись и беженцы в родные края. Мы увидели свой родной белый разрушен так, что жить можно было только в блиндажах, больше похожих на норы. Вот мама и решила уехать в деревню дедушки за 35 километров от города, дождаться возвращения отца, если повезет, а там уже и жить по-новому. К счастью, деревенька наполовину сохранилась и дедушкин дом тоже. Видимо, среди болот бои проходили стороной. Повезло. Нарады с нам, мальчишкам, наступающие войска шли сплошным потоком с утра до ночи. И мы, забыв про судную еду, все это время стояли на обочине, глотая пыль. Отдавали честь проезжающим грузовикам, катюшам, танкам, пехоте, зеленых плащ-палатках, покрытых пылью. Солдаты дарили старые, просоленные потом пилотки с озероточками, и мы считали себя как бы членами этого войска. И только один моряк выделялся среди серого. Это был я. Дедушка когда-то купил на подарок морской костюмчик. Да только сейчас оделся. Спасибо, что сохранил. Может, это и было знаком моей дальнейшей профессии. На что это? Не успел я опомниться, как чьи-то сильные руки подхватили, и я уже сижу среди офицеров. Это был штабной проезжающий гжит. Теперь я со стороны смотрю на своих товарищей, стоящих у обочины. Какие же они маленькие и худые. Пилотки закрывают уши, коротенькие штанишки с одной лямочкой через плечо, и худые, до черноты загорелые и грязные от пыли босые ноги. Но они гордо держали ручонки у пилотки, то правую, то левую. Ведь впервые слышат свой адрес не ту противную гортанную брань, а одобрительную родную речь. Вечерело. Мама говорила, что сходила с ума. Сын исчез. К счастью, в соседней деревне войска остановились на ночлег, и джип вернулся прямо во двор дедушки. Офицеры знали, где меня подобрали, все было рассчитано. Два полковника решили заночевать у деда. Достали тушенку, спирт, сахар. Бабушка отварила картошки в мундирах, принесла квашеной капусты. Но я заметил со стороны, что они на краюхе хлеба мажут что-то толстым слоем и с удовольствием уплитают. Наверное, варенье, подумал я. И облизнулся. Офицеры заметили мой взгляд, и вдруг подают мне большой кусок хлеба, густо намазанный таким желанным деликатесом. Мне бы принюхаться, но куда там? Мгновение, и я забил рот этой куснятии. Больше я ничего не помню. Только успел заметить, как бросились испуганные офицеры помогать маме откачивать меня. Это была смертельная фронтовая горчица, которая снимала вместе со спиртом солдатам стресса боевых. Позже, когда я пришел в себя и был за страдания познагражден большим куском сахара, офицеры шутили, но слабо, имея в виду мою морскую формочку. По скриптам. Если предыдущий рассказ я закончил словами «хлебную корочку люблю до сих пор», то и с горчицей не расстаюсь с их видеть. Видимо, любовь ко всему приходит с детства, особенно если оно такое суровое, но с честью пережитое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Детский товареныш.